Дорогие друзья, рад приветствовать вас, très amicalement et très cordialement, je vous salue, mes chers amis. Приветствую вас отлично и искренне, дорогие друзья, дружеские, как я сказал по-французски, сегодня практически дюжина уроков позади, остался только 12-й, и это свидетельствует восприятие французской грамматики и лексики по уроку будет практически закрыто. До конца нашего курса по грамматике и упражнениям осталось совсем недолго, но в этом смысле тосковать не приходится, поскольку я надеюсь, что вы сумели за это время отточить правильное восприятие французского говорения с точки зрения грамматических структур языка, а не просто сверили ответы. Дорогие студенты, особенно это вас касается, в первую очередь, если вы двигаетесь по самому или одному из самых распространенных учебников по изучению французского языка по полу казакова, для того, чтобы знать дифференцированный зачет или экзамен, или просто пройти дальше в программах и курсах обучения, а используйте правильные ответы с точки зрения расширения вашего практически верного говорения на французском языке, ведь одно дело уметь правильно перевести фразу, другое дело представить, как вы ее используете в жизни. Как сделать навык из правильно высказанной фразы? Любой навык — это песня. Дорогие друзья, те, кто изучает французский язык по песням, в частности, помимо всех иных сторон фольклора, анекдотов, шуток, прошу вас, практикуйте песни и дальше, потому что то, что глубоко внутри, то, что ближе к сердцу, ближе к телу, как говорил Мопассанто, эффективно и долговечно. Ведь мы говорим из-под сознания, поэтому если много раз повторить, скажем, грамматическую фразу, какой бы длинной она ни была, то она будет вашей фразой, она врастет в ваше сознание, и вы будете использовать ее как свою. Поэтому практически ориентируйте ваши фразы, а не просто следите за тем, как вы это переводите, правильно ли вы это все на письме сделали вместе со мной, и проговаривать, разумеется, произношение, потому что моя основная, ключевая и беспеременная задача это правильно произносить вместе с вами, сделать так, чтобы вы правильно произносили. Двадцатый урок, обзор грамматики. Грамматики и лексики. Ну, в первую очередь, конечно, знаменитые, продержатели, прилагатели, вообще французы, большие собственники. Il va avec la soeur, он идет с сестрой, можно было бы сказать. Il va avec la soeur, французы никогда не говорят. Il va avec sa soeur, je vais avec ma soeur. Он идет со своей сестрой, укажут, уточнят они, я иду с моей сестрой, со своей сестрой, скажу непременно я. По-русски своя, своя, своя всегда будет. По-французски моя, мой, твоя, твой, его, ее, наша, ваша, их, наши, ваши, их, и все это разные местоимения, хотя по большей части в лексически верном, в стилистически, извините, верном варианте, в России в русском языке мы говорим свои, своя, свой всегда во всех ситуациях. Например, я разговариваю с своей матерью. Je parle avec ma mère. По-французски я уточню с моей. Nous parlons à notre mère. Мы говорим с нашей матерью, а не со своей матерью, как было бы верно сказать по-русски. Ну и, конечно, еще одни прилагательные, местоимения мы их называем по-русски, указательные. Se, être, cet, это. C'est для него, тоже для мужского рода, как же, c'est, только для тех слов, которые начинаются с гласных. Мы же не скажем c'est homme, это многогласие, следовательно, неблагозвучно. C'est homme, надо говорить. И для женского и мужского родов в указательном местоимении эти, c'est, объединят все рода. C'est homme, эти мужчины. C'est femme, эти женщины. C'est article, эти статьи. Ну что ж, глагол третьей группы всегда приходится запоминать. В данный момент нас интересует глагол урока. Это глагол vouloir et pouvoir. Глагол хотеть и мочь. Je veux, tu veux, il veut. Elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elle veulent. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Проспрягайте, ведь vouloir, c'est pouvoir. Хотеть, значит, мочь. Следовательно, je peux, si je veux. В смысле, je veux, donc je peux. Соответственно, я хочу, значит, я могу. Переходим к самим упражнениям. Разумеется, упражнением на перевод. Четвертое упражнение, фраза из упражнения B. Первое. Мальчик показывает свои отметки отцу. Le garçon montre ses notes à son père. Если в прошлом уроке мы тренировали артикли в сочетании с предлогами, чтобы было au père, à plus le au père, то в этом уроке, разумеется, укажем на придержательные предлогатели à son père, и это ближе к истине, потому что французы, ну, как угодно, под любым соусом и историей, запоминайте, что они большие собственники, в виде придержательных собственных, в смысле, предлагательных. Ты ищешь свою ручку, второй вопрос, нет, я ищу карандаш. Вторая фраза, ты... Правильно, более литературный вариант. Шершь-tu тон стилон? Шершь-tu тон стилон, нет, я ищу мой карандаш. Третья фраза, повтори, пожалуйста, свой вопрос, я повторяю свой вопрос. Репет, с'il-те-плей, та кэстюн. Репет, с'il-те-плей, та кэстюн. Я репет, ма кэстюн. Дорогие друзья, не думайте, что я ошибаюсь в существительных, если я говорю la question, значит, это вопрос женского рода. Да, по-французски это так. Запомните это, может быть, после моего комментария четвертая фраза. Исправьте свои ошибки. Коррigez vos fautes. Здесь написано, исправьте ошибки. Почему я говорю ваши ошибки? Потому что французы так говорят. Коррigez vos fautes. Пятая фраза. Они всегда исправляют свои ошибки. Здесь уже помечено свои, однако по-французски будет их, а не свои. Иль коррigez toujours leur faute. Leur, leur, S на конце. Шестая фраза. Поговорить с преподавателем. Парль а ton professeur. Парль а век ton professeur. Вот он, много вариантов. Можно было сказать и чуть ранее. Парль а в профессор. Но о профессор не так верно, как с точки зрения практики французского языка. А век или а тон професор. Далее, седьмая фраза. Каждое утро, послезавтра, читает газету. Chaque matin, après le déjeuner, après le petit déjeuner, il lit son journal. Chaque matin, après le petit déjeuner, il lit son journal. Верезговариваю с другом. Я говорю с моим парнем. Я говорю с моим парнем. Вы пишете брать? Нет, я пишу сестра. Экрибе вы а вотро фрэр. Экрибе вы а вотро фрэр. Нет, я кри а ма сэр. Нет, я кри а ма сэр. Дисер, так я же вятерпадруга. Ух, абит, та копинь. Или, ух, тон ами абит, та копинь. Экрибе вы а втро фрэр. Верезговариваю с другим парнем. Увас-тю? Увас-тю? Я говорю с моим парнем. Я говорю с моим парнем. Верезговариваю с другим парнем. А ки телефону? А ки телефону? А моим парнем? Скажете пожалуйста. Тринадцатая фраза. Свою фамилию. ДИТЬ, си льву плэй, вонтро нон. Вы дислить нон, фэта фамилия. ДИТЬ, си льву плэй, ВОТР, НОМ. Если ваш справочник по таблицам французских глаголов до сих пор говорит ВУДИЗЕ, а не ВУДИТЬ, выкиньте его сразу. И с помощью этого проверите грамотность вашего справочника. С помощью глагола ДИР это сделать несложно. Четырнадцатая фраза. Ты выезжаешь с братом? Нет, я иду один. ПАРТУ АВЕК ТОН ФРЭР? ПАРТУ АВЕК ТОН ФРЭР? Переходим к упражнению. Номер... Шесть Б. Они идут с Красной площади. ИЛЬ ВЕНЬ ДЕ ЛА ПЛАСЬ РУЖЕ. Вторая. Четвёртая. 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 Далее фраза из упражнения номер восемь. Сейчас мы будем писать диктант. Кто поспешил добавить НЕТУ НАУ, слово «сейчас» или «теперь», ну что ж, можно добавить. Однако грамматическими средствами мы только что уже это сказали. Потому что «НУ ЗАЛОН ФЕР, ЭКРИР, ФЕР КЛЬКЮ ЧОСЬ», «НУ ЗАЛОН ЭКРИР» «ЛА ДИКТАЕ» уже подразумевает, что это будет в ближайшем будущем, потому что использовано грамматическое время ближайшее будущее. ФУТЁР ИМЕДВИЯ, ФУТЁР ПОШЬ. Вторая фраза. Моя сестра покажет, где надо их искать. МА СОР ВА, МА СОР ВА, МА СОР ВА, МА СОР ВА, МОНТРЕЕ, УУ, ИЛЬ ФО ЛЕ, ЧЕРШЕЙ. МА СОР ВА, МА СОР ВА, МОТРЕЕ, УЬ, ФО ЛЕ, ЧЕРШЕЙ. Третья. Не говорите УФО ТИЛЬ, потому что это не вопрос, не более популярная ошибка, мы все время привык вопросами, когда это подразумевается в контексте косвой передачи речи. ЖАКА ТРЕТЬЯ ФРАЗА, я сейчас открою окно. ИЛЬ ФЕ, ЧО, Я ВЕ, УВРИР, ЛА, ФНЕТР. Четвертое. Они сейчас вернутся. ИЛЬ ВАУ, РЕВНИР. Пятая. Что вы собираетесь делать? «Qu'est-ce que vous allez faire?» «J'espère que vous allez gagner le match». «Не «gagner». «J'espère que vous allez gagner le match». «Qui va répondre à cette question?» Итак, 10b. Первая фраза. «Qui écrit au tableau?» Вторая. «Что ты пишешь?» «Я пишу письмо à la sœur.» «Qu'est-ce que tu écris?» «Qu'écris-tu?» «J'écris une lettre à ma sœur». Третье. Мы пишем очень быстро. «Nous écrivons très vite.» «Nous écrivons très vite.» «Écrivez ces mots à la ligne». «Écrivez ces mots à la ligne». «Что вы читаете?» «Мы читаем в газете «Mosковские новости».» «Pятая фраза.» «Qu'est-ce que vous lisez?» «Qu'est-ce que vous lisez?» «Nous lisons le journal «Les Nouvelles de Moscou».» «Шестая. Какие журналы они читают?» «Quelle magazine, quelle revue lise-t-il?» «Седьмая. Заключительное, замечательное упражнение на перевод, в котором будет включено все, что мы должны освоить, ну и таким образом показать, что освоили на трех, на двух пунктах, двух абзацах. Пункт А. «11а». « 타мера». «Соing-то latest» «Iше предложение. Если ты хочешь, ты можешь поговорить с нашим инженером, если ты хочешь, ты можешь поговорить с нашим инженером, с нашим инженером, инженером. В смысле этого урокова звуки «эн» с фонетической точки зрения. Четвертая, «Germain» и его друзья интересуются живописи. «Germain» и «сезами» с «intéресс» а «ла» пинтур. Пятая фраза, «Кто» твой любимый писатель? «Ки...» «Кел е тон екриван преферет?» Сумси, ка кое твой любимый писатель да? «Кел е тон екриван преферет?» Хай тяскай, можна паразонарумер. «Ки ту преферер» парми лез екриван?» Почу муня ткаво твое паут писяж. «Ки ту префер?» «Ки еске ту префер» парми лез екриван?» Дальше. «Эта моя любимая книга. «Со сон» мэй ливра преферет. Сид ?! Мэ其實 медически сродзам его слушаем. Ну ле кутон... « Knу ле кутону, но н ле кутону?» «ницко я крутозам твое паут паут па handи ри.» Ну только всегда за б entwickelt Wang упраста. «Но ул экутон твежур авег во сонхвввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв,вввввввввввввввввввввввввввввввввв NA 都是 Девятое, все задают вопрос преподавателю. Tout le monde pose des questions au professeur. Tout le monde pose des questions au professeur. Далее. Можно бы сказать «tus». Можно. Tous pose des questions au professeur. Написано, будут отличаться два варианта, да, на слух нет. Десятая фраза. Это ученик очень серьезный и прележный, он хорошо занимается. «Сеттелев», 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 «сеттелев Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, я возвращаюсь из института в 5 часов. Первая фраза, пункт B. Je reviens de l'institut à cinq heures. Вторая. Моя сестра интересуется медициной. Ma soeur s'intéresse à la médecine. Ma soeur s'intéresse à la médecine. Ma soeur s'intéresse à la médecine. Третья. Пьер учится на медицинском факультете. Он хочет стать врачом. Пьер, fa't ses études à la faculté de médecine. Il veut devenir médecin. Смотрите, в одном случае медицине, и здесь в помочи Н, мы покажем, что мы правильно произносим и говорим о медицине, а с другой стороны, il veut devenir médecin. Он хочет стать врачом, а врач по-французски un médecin, un docteur, конечно. Но можно показать противопоставление. не четвертая фраза. Все говорят, что этот экзамен трудный, и это сильно занимается. Tout le monde dit, или tous disent, tout le monde dit, que cet examen, кстати, экзамен пишется «em» на конце и в пору бы читать «a», но правильно «ain» это исключение на примере этого слова. Tout le monde dit, que cet examen est assez diffident. Tout le monde dit, que cet examen est assez, да нет же. Все говорят, что этот экзамен трудный. Tout le monde dit que cet examen est assez difficile, и он работает ferme, и он работает ferme. Tout le monde dit que cet examen est difficile, и он работает ferme. Пятая фраза. Каждое утро он идет заниматься в Национальной Библиотеке. Chaque matin, или le matin, il va travailler à la bibliothèque nationale. Шестое. В этом году мой город заканчивается, и он станет инженером. Cette année, не «a cette année», ни в коем случае не предупреждает такие предлоги пространственные, временные для указания года, траты, месяца. Quelle date? Non. «Cette année, mon frère finит, termine ses études, il va devenir инженером». «Cette année, mon frère termine ses études, il va devenir инженером». «Il faut consulter le médecin». «Il faut consulter, il faut parler au médecin». Но поговорить с врачом, если проконсультироваться с врачом, и здесь употребляется какого «consulter», в смысле получить консультацию, а не наоборот, конечно. «Il faut consulter le médecin». Восьмая фраза. «В этом году вы делаете успехи». «Cette année, vous faites des progrès». Девятая фраза. «Я готовлюсь к своему первому экзамену». «Je prépare mon premier экзамен». «Je me prépare à mon premier экзамен». «Твой брат возвращается завтра или послезавтра». «Ton frère, revient-il demain ou après-demain?» «Завтра, Juliette, с утра, она идет с дочерью в клинику, после обеда у нее лекция в институте». «Demain, Juliette est occupée». «Le matin, elle va à la clinique avec sa fille. «L'après-midi, elle a des cours à l'institut». «Demain, Juliette est occupée». «Le matin, elle va à la clinique avec sa fille». «Dans l'après-midi, il est l'après-midi, «elle a des cours à l'institut». «Le téléphone sonne». «Je décroche, c'est mon frère. Il me prévient qu'il va arriver mardi. 13-е. «Поезд прибывает в 5 часов». «В 5 часов надо быть на вокзале». «Le train arrive à 5 heures. Il faut être à la gare à 5 heures». Помните о том, что во вратцузском предложении вначале мы используем подлежащие, сказуемые по графику прямого порядка слов, и уж потом всякого рода прямые и косвенные дополнения обстоятельства. 14-е. «Перепишите 4 строчки из этого упражнения». Дальше. «Recopie», или, как говорят любители глаголов третьей группы. «Recriez 4 lignes de cet exercice». 15-е. «Предупреки и решили, что мы утром заняты». «Прегон嘛. Превент Michel… Кэ. «Сса матьин» «Нус сомз окупе». «Сас наце тэ лифон званит» «Марис Ни Май в трюбку этоѕ вс Страденизоѕ званите боѓз амьен». «Лё телефон сан. Мауријс дэкрош. «Сэ. Саса сор. Денизе. Эл. Луи. Тэлэфону дамьям». «Ми стэ «Лё телефон сан. Мауријс дэкрош. «Сэ. Сэ. Луи. 17. Марии вас просят к телефону. Ну, по небольшой архитусе моего горла становится понятно, что урок подходит к концу. Таким образом, поздравляю вас с тем, что мы справились с лекцией, грамматикой, со всеми упражнениями для перевода, включительно вплотную до этого 12-го урока. Сейчас встретимся на счастливом раз, счастливом 13-м, очень скоро. Для того, чтобы наш курс был максимально плотным, отрабатывайте на уровне произношения все, что сейчас перевели. Добро пожаловать в клуб любителей и ценителей французского языка, реальный французский. До скорой встречи, учите французский!